За прошедшие годы все насильственные альтернативы в оппозиции были отвергнуты. То есть даже люди радикальных левых взглядов, если взять Лимоновскую партию, они четко сегодня следуют классической диссидентской правозащитной практике. То есть ненасильственное сопротивление, требование соблюдения конституции, законов, проведение свободных выборов, отмена цензуры. Это очень большое достижение, хотя оно пока не принесло конкретных практических результатов. Но не надо недооценивать. Россия все-таки всегда противостояние с властью носило жесткий насильственный характер. То, что сегодня все части политического спектра склонились к такой концепции, мне кажется, это очень большой шаг вперед. Извечная проблема российской оппозиции, ее единство. Вы говорите о широкой оппозиционной коалиции, в которую войдут и умеренные левые, и умеренные националисты. Но ваш соратник, коллега Эдуард Лимонов, говорит о том, что его сторонники испытывают некую аллергию к Вашингтону. Уживется ли вот эта часть оппозиции с более прозападной частью? У меня тоже большая аллергия к вещам, которые Лимонову, скажем, кажутся бесспорными. В данном случае я говорю даже не о Лимонове или о представителях каких-то национал-патриотических сил. Я говорю о том, что есть некоторый набор требований, абсолютно либеральные в своей основе, а под которыми подписываются представители многих оппозиционных групп. Важно, чтобы это перестало быть делом узкого круга оппозиции. Для этого и необходимо использование интернет-сетей, новых технологий, чтобы количество людей, которые могло бы присоединиться к участию в процессе, превысило 10-20 тысяч. Потому что по большому счету интернет позволяет сегодня решать очень важную психологическую задачу. Нас мало, их много. Когда власть выводит тысячи и тысячи ОМОНовцев против небольших демонстраций, не надо повторять как мантру заклинания западных журналистов, многих российских, прикормленных Кремлем, что ну зачем, если бы Кремль не обращал внимания, они бы сами разошлись бы. Весь пиар, который они получают, результат таких чрезмерных действий Кремля, в Кремле знают, откуда исходят реальные угрозы. И именно вот такие жесткие меры, пресечения этих демонстраций, разгоны, аресты, избиения, это на самом деле сигнал такой, месседж, остальным сидите дома. Вот пока в сознании людей сохраняется вот этот страх, что вот мы выйдем, но она же все-таки мало, и это кончится для нас проблемами, можно и работу потерять, и за решетку угодить, по крайней мере, на несколько дней или недель. Вот этот баланс меняться не будет. Вот мне кажется, что современные технологии позволяют транслировать четкое понимание того, что нас много, их мало. Вот когда в сознании людей этот барьер будет преодолен, ситуация может стремительно начать меняться. Это то, что вы имеете в виду под предложением электронного Вечи, интернет-парламента? Ну, в принципе, назовем это таким электронным новгородским Вечи. Вот эти идеи, на самом деле, бродят по миру везде, но в России очень благоприятная ситуация сейчас для реализации этих планов, потому что все-таки у нас огромное количество людей, как минимум сотни тысяч, вот как мы уже говорили, сидящих в интернете, имеющих активную политическую позицию, и достаточно продвинутых. То есть это люди, которые бы с интересом в этом участвовали. Принципиальным фактором, который делает такую систему отличную от других вещей, должна быть глубокая верификация. Это не ники, это не какие-то там люди, скрывающиеся в электронных сетях. Это конкретный человек, который готов в этом процессе участвовать. Вот если нам удастся телеграфировать вот этот месседж, что вы можете сами участвовать в учреждении страны. Вы не просто человек, который нам нужно нажать кнопку за Немцова, Лимонова, Касьянова, там еще кого-то. Вот вы можете постоянно в этом процессе участвовать. Вы сами можете определить свое место. Если нам удастся это сделать, я думаю, что ситуация будет очень быстро меняться. Потому что сегодня на самом деле власть оказалась в очень-таки странном тупике. Нефть 120 долларов за баррель, а ситуация ухудшается. Вот ощущение того, что нефтяные цены могут привести к изменению ситуации положительному, для огромного числа россиян оно уже улетучилось. И власть, которая при 120 долларов нефти испытывает дефицит бюджета, там в стране растут цены, а уровень жизни объективно падает, эта власть теряет вот то самое доверие, которого хватало там 3-4 года назад. Спасибо большое.